Почему Михаил Ефремов в неадекватном состоянии сел за руль стало уже известно? Что говорит адвокат? Из какого фильма вырежут Михаила Ефремова? И какие результаты психиатрической экспертизы? Давайте вместе попробуем обсудить в этом видео. Начну с того, что Михаил Ефремов не поедет на могилу матери 25 июня, в годовщину ее смерти. Он раньше очень любил свою мать, пишут, что примерно 3000 евро выделял ей на отдых, а сейчас не готов приехать на кладбище, чтобы не нарушить условия ареста. Также всюду обсуждают, что Ефремов дома-то вроде как и не пьет, то есть он не обматывается зеленым змеем. Это квас? Да, 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 это он пьет квас, друзья. С одной стороны, конечно, пускай бы и съездил, да, но вполне возможно, ему самому было бы стыдно, да, перед высоким, да, перед матерью на том самом месте за то, что натворил. По поводу алкогольчиков, говорите, вот эта борьба идет на жизнь, она смерть. Также стали известны результаты экспертизы, и вот подтвердило, что Ефремов был вменяемым, да, то есть, по сути, он однозначно, скорее всего, будет отбывать срок и не будет лечиться. И закладывать за воротник. Это квас? Да, да, да. Еще одна новость, которая меня просто поразила, оказывается, адвокат Ефремова Эльман Пашиев потерял всю свою семью из-за как раз такого же человека, примерно, как Ефремов, то есть, пьяный водитель вылетел на встречку, и адвокат Ефремов потерял мать, отца и двоих братьев. При этом было это в 1987 году, когда Пашиеву исполнилось только 15 лет, и он говорит, что его родные сделали все возможное, чтобы не посадить вот этого виновника. Вполне возможно, опять-таки, пишут в комментариях, что, возможно, была место, имела место, да, какая-то взятка, то есть, ну, как так, да, сколько погибших и человек на свободе. Тем временем Пашиев, вот что пишет, семья Захарова превратила смерть близкого в ток-шоу. Он еще в морге лежал, когда его родные начали ходить по съемкам. Такое впечатление, что чужие люди больше переживают, чем семья, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашиев. Я же напомню, действительно, в тот самый день, да, то есть, утром была авария, а уже вечером показывали программу «Пусть говорят», да, на Первом канале, где сидела, по сути, вдова Сергея Захарова, который пострадал, да, которого уже нет с нами, который работал в службе доставки, так вот, говорят, якобы, вот эта вдова, это, ну, не его, как бы, официальная жена, а его какая-то, так сказать, почитательница. Как он тут, бедный, выпадал, он изменяет. Он даже не может идти на танк. Тем временем стало известно, почему же Михаил Ефремов сел за руль в пьяном состоянии. Вот адвокат Пашиев пишет, мол, Ефремову после того, как тот выпил, да, позвонил некий друг из Украины и говорит, что нужно помочь в больнице некая его родственница, да, и Ефремов отправился как раз в больницу, чтобы помочь этому человеку, чем он может. Ну, вы знаете, лично для меня абсолютно непонятно, почему он поехал за рулем своего автомобиля. Опять-таки, он же говорил, что денег у него, да, ну, много очень, да, вот как он выразился. Вылечите? Вы же не доктор. Ну, это не еб... Так вот, почему Ефремов не мог взять, заказать такси и поехать, как обычно, белый человек? Я его вылечу. Также адвокат Ефремова Пашиев пишет, что сам Ефремов не скользкий человек, не будет выкручиваться, да, и намерен понести всю строгость наказания. Тем временем в интернете всюду обсуждают, мол, кто-то из приближенных, да, Ефремова пытался дать взятку, собственно, матери погибшего человека, но та не взяла. Тем временем, естественно, если бы она взяла эти деньги, то суд пошел бы на смягчение, потому что раз есть деньги, да, так сказать, какая-то вина уже заглаженных, где, конечно, вернуть человека уже невозможно. Также всюду обсуждают, что суд, скорее всего, пойдет на смягчение в любом случае, потому что у Ефремова не было до этого никаких вот таких мощных проблем с законом уголовной ответственности, поэтому вполне возможно, что будет он сидеть не 12 лет, а в районе 7. Последствия того, что натворил Ефремов, ощутимы всем и с вами, потому что актера вырежут из сериала «Вампиры средней полосы», которую снимали в Смоленской области, обещали выпустить в 2021 году, но как будет сейчас, непонятно. Также известно, что вместо Ефремова, скорее всего, будет играть Юрий Стоянов из «Городка». Друзья, такие вот новости, их очень много, регулярно поступают у Михаила Ефремова. Действительно, это очень резонансная и шокирующая тема, да, важно обсуждать вместе. Оцените видео, напишите ваш комментарий, что думаете по этому поводу, можете подписаться на канал, будем все обсуждать и дальше. Всего вам доброго, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok